приветствую вас сегодня у нас среда 10 января уже 2018 года поэтому как всегда по средам мы уже традиционно с алексеем сходовым ведем наши технико-экономические вебинары проекта skyway так вячеслав вячеслав сейчас секундочку на тебе включим права секундочку друзья у нас получилась небольшая пауза с 20 декабря но это объективные причины там у нас конец года был очень активным по командировкам вот соответственно не менее активный у нас начинается и этот год почему вам сейчас уже частично и расскажем все я включил так так ладно вячеслав тогда сейчас я еще андрею дам право поэтому ты просто подстраховывай что если будет какие-то хулиганство то тогда можно будет так сейчас друзья еще секундочку технический вопрос так а где у нас андрей это перенбург идет так андрей пока так 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 вячеслав я тебя право включил на всякий случай но если сильно будут хулиганить то лучше их не трогать если андрей появится мы андрею потом еще дадим возможность воевать с хулиганами youtube помощь ну друзья youtube мы пытаемся сейчас настраиваться единственное что в мерополисе мы больше несколько комнат вести одновременно не будем вот как пытались мы в прошлом году сделать вебинар совместный но для европейской части но к сожалению к сожалению технически пока это это не реализуемо это не решает ну что друзья тогда давайте все технически настроились тогда поздравляю конечно так как это у нас первый вебинар 2018 году поздравляю всех с началом нового года 2018 года вот сразу могу сказать что его называют я не люблю этих вещей там годом собаки хотя сам родился в этот год долгое время относился к этому более серьезно сейчас скажи мне это абсолютно все равно но с точки зрения того чем мы сегодня занимаемся и что сегодня происходит я бы сказал что сегодня наступил год skyway мы однозначно говорим что 2018 год это год уже становление и реального выхода такую серьезную очень сцену это skyway это будущее которое будет развивать все больше и больше в этом году и сейчас юбилейные вебинары но он будет через две недели друзья когда будет ровно четыре года как мы работаем в проекте краудинвестинга как мы начали этот новый этап развития струнных технологий инженерной школы юницкого и под брендом skyway стали уже выходить инвесторов на новых партнеров и соответственно за это время друзья сделано конечно очень много я не буду сейчас еще раз перечислять и делать потому что в основном у нас здесь собираются и эта аудитория уже идёт поисками за эти четыре года очень много отчетной такой точкой и это фестиваль походил 1 днём 2017 года это было более 5000 человек из 67 стран мира соответственно это было очень важное событие и то что было продемонстрировано это однозначно было показано что технология существует и дальше после этого мы для себя во всяком случае вот так мы с Алексеем ведём сейчас презентацию команды все наши партнёры директора SkyWay Capital мы сегодня при встрече с каждой аудиторией показывая ролики последних презентаций где идут уже испытания и сертификации Unibike Unibus и Unitrack после этого все они просто прекращаются потому что видеть это и говорить что это не существует это глупость можно задавать технические вопросы можно задавать организационные вопросы можно еще задавать но говорить о том что это не существует это глупость исходя из этого друзья мы перешли в следующий этап мы говорили что для нас конец семнадцатого года очень важный мы перешли к формированию сети адресных проектов и это новый этап это уже строительство транснета это строительство уже конкретных проектов конкретных трасс с применением струнных технологий которые мы сегодня с вами создали которые сегодня продемонстрированы испытаны и идет активной сертификации прям буквально последнюю неделю перед новым годом прошла просто сногсшибательная новость о том что закончена сертификация именно на территории России и Белоруссии было представлено целый ряд сертификаций это друзья не ответы некоторые это восприняли что ура все на этом фактически процесс капитализации закончил нет друзья это очень важный но это один из многих-многих шагов который делает команда который делает конструкторское бюро которое делает сегодня инженер юницкий и это подтверждено пока определенными органами и институтами которые имеют право делать это на территории России и Белоруссии о том что этот вид транспорта соответствует всем требованиям которые представляются к такого рода машина это друзья очередной шаг дальше у нас будет еще очень много различных сертификаций и по разным направлениям на России и Белоруссии будут сертификации других юрисдикций будут на других территориях других странах это друзья процесс который сопровождающий соответственно развитие любого проекта строительство любого адресного проекта я бы это сказал что это очень важное событие это показывает о том что эта работа прежде всего запланированная и она сделана вот друзья что самое главное вот и тут вот вопрос по фестивалю 2018 года друзья фестиваль будет 1 июля извиняюсь 7 июля 2017 года это первая суббота июля вот соответственно до фестиваля остался 177 дней друзья когда мы начинали с вами отчет вот было там 360 там с чем-то сразу после фестиваля потом 300 теперь 200 теперь друзья уже меньше 180 дней меньше полугода время летит неумолимо и параллельно с этим друзья можно сказать что с такой же активностью идет работа идет работа в конструкторском бюро идет работа у команды которая сегодня продвигает и развивает адресные проекты и год заканчивался с того что сам юницкий и с Виктором Бабурином и мы с Алексеем и вообще вся наша команда мы были в командировках мы вели переговоры по конкретным проектам отчасти мы вам уже рассказывали о результатах и в Швейцарии Сен-Бернадо что мы сделали Сен-Берданино что мы сделали буквально на следующей неделе делегация уже приезжает к нам в Экотехнопарк потом будет следующая итерация уже проработка проекта с инженерами уже там непосредственно на месте в горах это друзья начало интереснейшей работы я могу сказать что настолько чувствуешь себя действительно по-другому когда видишь что ты стоишь у истоков как это зарождалось как возникала сама идея юнибайка потом как возникали его чертежи потом первые прототипы потом испытания потом инотранс в Берлине показ потом испытания сертификация и сегодня уже начинаются первые проекты именно с применением для легкой туристической прогулочной трассы в Швейцарии и опять же друзья когда мы ведем переговоры уже ездим по местам где это будет проектироваться и ставится и друзья конечно я очень рассчитываю что в этом году мы начнем строительство уже а на следующий год будет закончена трасса в Швейцарии и это будет новое огромнейшее направление связанное именно с легкими спортивно-туристическим направлениям как мы называем sky фитнес и sky travel и это просто перспективнейшее направление я вот на эти праздники был ну в одном очень таком древнем древнем курортном месте которое еще известно с времен римлян в Австрии Баден и общался с хозяевами этого курорта и просто в таком неформальном проговорил идею которую мы предлагаем нового фитнеса нового именно туристического направления где связать огромное количество замков фитнес и спа-зон и такая бизнес идея я могу сказать что было однозначно как только вы такой проект представите нам здесь в Австрии то проблем с инвестированиями с инвесторами у вас просто не будет востребованность этого направления сегодня просто колоссальная но так же как друзья и все остальное там буквально перед новым годом Виктор с Антон Довшим вернулись из эмиратов где также уже смотрели и выбирали и место под проекты и направления уже связанные с развитием порта и то что в Индии сейчас и в Индонезии буквально днями Антон Довшим опять улетает Индия Эмираты Виктор Индонезия Филиппины то есть друзья востребованность сегодня очень-очень большая поэтому эта работа сегодня будет дальше и дальше развиваться вот мы с Алексеем хотя он тут тоже такой график сейчас планируется уже в ближайшее время это и общение с Арабским банком развития и участие в выставке в Бангкоке и проведение конференции в Словакии в Татрах вот это вот то что Алексей ожидает ближайшие три недели вот я про свой график тоже друзья очень могу сказать что мы закончили год очень активно вот сейчас две недели передохнули и дальше друзья только вперед потому что времени на раскачку времени на то чтобы о чем-то раздумывать или в чем-то сомневаться у нас просто просто нет друзья поэтому если коротко сказать что 2017 год это однозначно конечно фестиваль это ряд очень важных выставок и вот последнюю выставку в декабре когда мне пришлось по независимым друзья поверьте от меня причинам когда Анатолий Гуарович автор и главный инженер главный конструктор проекта Skyway должен был представлять руководству страны и премьеру и вице-премьеру министра транспорта но по сложившуюся стечение обстоятельств которые от нас не зависят но скорее всего они были организованы специально когда Юницкого как главного человека в Skyway не пустили на выставку транспорт России когда была закрытая презентация и нам с Виктором Бабуриным пришлось это делать тем не менее все прошло слава Богу хорошо и технологии мы самое главное продемонстрировали что мы существуем что мы выжили мы развиваемся и будем дальше двигаться вне зависимости от того как к этому относятся в данном случае чиновники Российской Федерации точно так же до этого на выставке транспортной недели в Беларуси было продемонстрировано высшему руководству Беларуси технологии и точно так же вы помните эту крылатую празу Юницкого когда вице-премьер спросил чем вам помочь он сказал самая главная помощь это не мешайте мы знаем что делать мы знаем для кого делать у нас есть заказчики мы знаем с кем это делать у нас большое количество партнеров и здесь друзья могу сказать и конец года и начало этого года показал неимоверный интерес к проекту неимоверный приход новых партнеров новых инвестиций потому что друзья все идет своим чередом мы показываем существуем работа вы видели целый ряд статей и в серьезных деловых журналах где берут интервью уже у Юницкого именно как прогнозиста я бы не сказал слово футуролога потому что футуролог все таки это есть то кто заглядывает в будущее а Юницкий он прогнозирует исходя из тех практических результатов которые делают хотя конечно нашей команде мы однозначно его называем как визуазер который видит будущее это самый главный футуролог который смотрит на столетие вперед а мы в данном случае с алексеем вообще вся наша команда мы себе считаем уже учениками или последователями инженерно-экономической школы Юницкого который однозначно можно назвать сегодня лидирующих в сфере футурологии потому что то что сегодня многие даже не могут предположить мы уже создаем мы создаем сегодня уже unite mobile personal space то есть это индивидуальное пространство которое определит жизнь каждого человека на планете через ближайшие 5-10 лет это наш юнибайт который будет сегодня оснащен абсолютно даже сегодня кажется фантастическими вещами это и фитнес это и здоровье это и обучение то что сегодня всем кажется фантастикой мы сегодня уже проектируем и реализуем логику линейных городов которые будут улучшать экологию которые будут убирать все сегодняшние проблемы сегодняшней цивилизации это и пробки друзья просто москва превращается вообще непонятно в какой город когда проехать 20 километров я вынужден планировать уже для того чтобы дочку отвезти в школу два часа езды друзья куда дальше предел дойти уже три часа потом будем 20 километров так мы к тому подойдем что пешком будет уже ходить быстрее то есть это безумие до которого сегодня нашла цивилизация и выходить из нее надо только новыми технологическими методами которые предлагает skyway сегодня друзья потому что если посмотреть на сегодняшней дороге вот я вчера возвращался из москвы видел когда стоят десятки тысяч автомобилей молотят двигателями выкидывают тысячи тонн бензина переработанного в атмосферу в котором все потом дышим ради того чтобы я проехал эти же 20 километров друзья когда будет трасса юнибайка я спокойно вращая педали я 24 километра буду проезжать за 15 минут потому что скорость сегодня юнибайка я уж не говорю 150 крейсерская даже 60 километров на велоходу это все равно 20 минут максимум эти 20 километров поэтому это друзья все равно то безумие которое надо преодолевать экология то что сегодня превратилась просто в ад для населения крупных городов это тоже надо решать сегодня то что творится на дорогах и так далее и так далее здесь друзья мы с вами можем четко говорить что мы сделали мы продемонстрировали и мы представители той компании которая предлагает и реализует технологию которые решаются эти проблемы теперь друзья кто бы к этому как не относился мы это делаем мы это реализуем мы это развиваем и дальше уже из адресных проектах друзья мы очень много вы должны нас понять и отчасти мы будем вам по возможности доносить что сейчас уже начинаются бизнес-процессы это процесс организации компании это процессы заключения сделок это процессы уже конкретного проектирования конкретных трасс и очень много информации сегодня открывать нельзя и мы понимаем что очень важно для инвесторов знать максимум что происходит мы и так делаем очень многое но исходя из бизнес-процессов определенные вещи мы к сожалению до какой-то периода показывать не будем поэтому сейчас просто вы видите из той интенсивности поездок которые идут у Сара у самого Юницкого у всей команды которая сегодня реализует проект фактически сегодня мы не выходим из самолетов из гостиниц из переговоров со встреч и этот процесс только-только набирает обороты поэтому по мере того что можно и что можно показывать мы показываем здесь еще раз друзья оговорюсь прошу отнестись к этому с пониманием потому что не все друзья у нас гладко и хорошо у нас очень много недоброжелателей и здесь тоже друзья очень такая серьезная закономерность чем больше мы сегодня демонстрируем успехи чем больше мы сегодня демонстрируем уже готовность подхода к реализации проектов и привлечению очень серьезных инвестиций тем больше у нас сегодня друзья и злопыхателей и конкурентов и врагов это тоже друзья с одной стороны процесс вполне нормальный но с другой стороны к этому надо подходить очень и очень спокойно и соответственно это и готовится и это точно такое же развитие технологии как и проектирование как и изготовление опытных образцов испытания демонстрация точно так же отстраивания и юридическое сопровождение и защиты и финансовой схемы финансовой чистоты и физической и защиты информации которая также является очень важной составной частью нашего общего бизнеса который мы сегодня делаем поэтому очень большой был интерес я тут смотрю здесь вопросы задают это связанные уже с крипто направлением да друзья здесь мы почти год назад понимая что развивается параллельный очень сильный мощный процесс связанный с информационными технологиями которые уже именно выкрестываются и в виде технологии блокчейна которая стала применяться уже интернет сообществом и породила целую новую отрасль уже связанную в том числе и с финансовым оборотом это так называемое направление криптовалюты мы долго следили мы вели переговоры с многими командами которые делали но в конце концов пришли к выводу что надо делать свое надо делать свою платформу надо делать свою именно расчетную единицу и сегодня друзья мы как и вам анонсировали говорили что мы сейчас в стадии тестирования вот мы все основные этапы этой работы уже сделали и планируем уже в течение вот января уже выйти на первые первые шаги по работе уже своей платформы полноценно она заработает скорее всего это где-то середина весны то есть апрель-май восемнадцатого года когда она уже начнет работать как полноценная площадка именно крипто площадка которая будет уже и обеспечивать оборот в адресных проектов и привлечение в адресные проекты и соответственно выполнять функции внутреннего обмена между определенными токенами которые будут существовать уже внутри системы мы об этом будем я специально об этом говорю сейчас очень поверхностно для этого у нас будут специальные вебинары которые начнутся вот где-то с второй половины января вот ближе к концу января мы готовим сейчас целый обучающий курс именно связанный и вообще с идеологией и технологией блокчейна и о том как это будет сопрягаться и коррелироваться с технологией skyway как будут адресные проекты вписываться в цифровую экономику как вообще будет проходить оцифровка и создание вот этой среды с транснет спейс как мы ее назвали это тоже друзья мы все будем на специализированных и вебинарах и конференциях все проводить и делать вот могу сказать что находясь на острие инновации то есть skyway это и есть сегодня основная инновация естественно что мы сегодня не можем существовать без новых абсолютно передовых направлений которые идут в информационных технологиях все что связано с блокчейном и здесь поверьте мне я могу сказать что совмещаясь и сопрягаясь технология skyway как именно передовая коммуникационная технология в совокупности с передовой технологией то что дает сегодня блокчейн друзья это получилось у нас просто я даже трудно сегодня подобрать слова насколько экономически эффективная получается система и естественно что и к ней интерес большой мы работаем сейчас с огромным количеством экспертов которые сегодня участвуют в этой работе и дают заключение и мы ведем консультацию с потенциальными крупными инвесторами которые готовы входить в такого рода проекты речь уже идет не просто о тысячах сотнях тысяч долларов это речь идет о миллионах десятках сотнях миллионов долларов уже непосредственно инвестирования в адресные проекты которые будут идти через уже технологию криптовалют потому что это все взаимодополняющие вещи это то что сегодня и называется научно-техническим прогрессом и здесь друзья восемнадцатый год у меня нет никаких сомнений что при наложении двух этих очень мощных направлений которые шли развивались параллельно и сегодня благодаря той платформе которую мы создали они пересеклись то это просто очень огромный синергетический эффект который сегодня даст и дополнительную капитализацию интеллектуальной собственности которая заложена в инженерную технологию и дополнительную капитализацию расчетных инструментов все что связано будет с крипто направлением и вместе друзья это все будет способствовать очень быстрому и уверенному развитию трансмета реально это будет строительство десятков сотен тысяч километров реальных трасс реальных станций проект которые будут осуществляться нашей команде вот поэтому друзья это такой короткий итог семнадцатого года и то что нас ожидает на восемнадцатый год потому что все таки у нас первый вебинар в этом году конечно самое главное событие этого года это экофестиваль наш который будет как я уже говорил 7 июля в мариной горке технопарке мы с вами увидим очень интересные вещи какие-то мы уже приоткрывали озвучивали но большинство сейчас даже трудно себе представить что будет приоткрыто что показано естественно что по традиции уже часть техники и экспонатов которые будут показаны на экофесте уже в сентябре будут продемонстрированы на мировой выставке инотранс 2018 года в берлине мы уже стенды и я могу сказать что скайвей если в прошлом инотрансе это был дебют это было первые пробные шаги скайвея то 2018 год это будет бенефис это будет я могу сказать демонстрация передового направления в каком направлении пойдет вся транспортная отрасль и соответственно когда это станет очевидным уже то начнется то что сегодня идет скрытая борьба на уровне грязной конкуренции все это выйдет в открытую конкуренцию это выйдет в открытое создание альтернативных машин но это друзья абсолютно уже честная конкуренция в этой конкуренции выигрывает только тот кто показывает самую эффективную машину кто показывает самую эффективную систему кто показывает самую производительную систему которая идет в совокупности здесь друзья конкуренции у инженерной школы юницкого нет только по одной причине юницкий за 40 лет создал настолько интеллектуальную подушку что для того любой другой школе инженерной которую надо затратить огромное количество средств и огромное количество времени у нас есть просто подавляющая фора для того чтобы обосноваться на рынке для того чтобы занять свою нишу и спокойно поджидать конкурентов поэтому друзья открытой конкуренции мы это всегда говорим открытой конкуренции когда идет сравнение технологической системы характеристик подвижного состава экономии и так далее и так далее системе мы не то что не боимся мы это призываем что друзья сравнивать работающую систему с работающей системой это абсолютно честная и абсолютно правильная вещь а вот сравнивать работающую систему с картинками а тем более с передранными у кого-то из как это друзья не честная конкуренция это фуфло то что можно назвать и к сожалению у нас постоянно пытаются втянуть сегодня сравнивая работающие машины сертифицированные образцы сравнивать с какими-то идеями прожектами а тем более есть откровенными просто технически несостоятельными идеями и я всегда говорил что этим занимаются только те люди которые преследуют цели не конкуренции и не продвижения своей технологии и когда мне в очередной раз говорят что есть какая-то технология я сразу отвечаю друзья где ее можно посмотреть если ее нельзя посмотреть если она нигде не ездит и ничего не перевозит и ничего не демонстрирует то это не обсуждаемо идеи сравнивать с реализацией технической концепции невозможно это глупость и прошу вам всем это четко понимать и все кто будут говорить что где-то что-то существует первый вопрос покажите действующие нету действующих образцов не обсуждаем когда будут действующие это относится друзья и к хайперлупу и к скайтрану еще к очень огромному количеству технологий которые сегодня говорят одно давайте сравнивать действующие образцы как только не прототипы потому что skyway сегодня показывает не прототипы системы он показывает действующие образцы и абсолютно сегодня четко можно сказать что этих образцов то есть сначала на инотрансе было показано две машины это юнибайк и юнибус двухместная спортивно-прогулочная машина наш любимый юнибайк и городской лифт юнибус 14-местный соответственно в режиме городского лифта стоячие места на транспортной недели в в Минске и потом в Москве уже был показан юника это трехсекционная 18-ти местная машина уже в сидячем исполнении которая может расширяться до 7 секций соответственно будет уже 48 мест это соответственно полный аналог воздушного метро который может переводить до 300 тысяч пассажиров в сутки и соответственно эта же машина может выполнять еще ряд других функций потому что как вы понимаете 7 секций каждая из которых фактически 3 на 3 метра площадью то есть это 9 на 7 получается у нас там больше 40 квадратных метров площади это уже может использоваться и как гостиничный номер и как передвижной ресторан и еще целое целое огромное направление которое будет включаться именно скайтрел и самое главное друзья что это все перемещается по одной унифицированной легкой путевой структуре и по провесной системе и как юницкий уже перед новым годом нам дал абсолютно новое направление мы это видели чуть раньше в экотехнопарке когда юницкий показал мобильный телефон и сказал что путевая структура которая будет располагаться между двумя промежуточным опором на расстоянии до 7 километров будет ну чуть-чуть толще ну не более чем в два раза вот этого мобильного телефона представляете это какая путевая структура по которой будут перемещаться как раз вот эти вот все виды машин которые мы сейчас говорили и юнибайки и юнибусы и юникары и юнитраки вот соответственно также направления связанные с транспортировкой грузов из труднодоступных регионов мы также сейчас прорабатываем и в ближайшее время у нас намечается командировка и в Боливию и в Аргентину как раз там где надо сегодня выходить на ресурсы связанные с литиевой солью там где сегодня невозможно построить никакой другой вид кроме подвесной системы здесь конкуренция будет между двумя видами либо канатной дорогой но она сегодня не является конкурентом по многим характеристикам скайвей либо соответственно нашей системы это тоже то направление которое сейчас активно развивается ну соответственно друзья как я уже сказал что основным событием это будет 7 июля и завершать год ну хотя это сентябрь это еще далеко до завершения это будет инотранс это будет наш бенефис и соответственно в 19-й год друзья мы пойдем уже с огромным пакетом адресных проектов который будет уже обслуживаться и который будет располагаться и размещаться и обрабатываться уже на нашей соответственно своей платформе вот друзья это определенные планы уже на 18-й год как вы понимаете что это очень сложно декларировать планы вперед потому что всегда и весь год показывал что там даже ролики с моими выступлениями что то вот тогда то я обещал то то здесь то я обещал то то здесь это реализовано здесь не реализовано вот друзья здесь можно сказать что сложность заключается в том что всегда пытаются привязаться к конкретной дате и конкретному обещанию это очень сложно в вечерном проекте единственное что я могу сказать сейчас абсолютно точно что то что сделано за те финансовые ресурсы которые сегодня аккумулированные в проекте skyway и то что сегодня является уже продуктом который выходит на рынок большего ни одна команда в мире сделать не могла фактически мы сегодня во главе с юницким сделали невозможно если кто то будет говорить ребята покажите кто сделал больше когда начинает сравнивать силы на маскам или с другой системы которые уже потратили сотни миллионов долларов показывают жалкие прототипы которые абсолютно сегодня далеки от реализуемых от реализуемых проектов это смешно сравнивать мы друзья сегодня да не все что реализовано то что мы предполагали но с другой стороны по мере развития мы сегодня получили нам больше результатов которые предполагали изначально июнивайк не лёгкая система не предполагала строительство когда мы запускали проект сегодня это основной бизнес который входит сегодня городская система которая полужестная система которая также уже проектируется это тоже система которая сделана сейчас то что идёт уже стремление новых пластиковых материалов это тоже друзья направления которые сегодня то что мы сейчас ещё и это вести уже с новой информационной расчётной системы это также друзья тут много вопросов по странной системе так сейчас звук лучше андрей как звук сейчас так все со звуком сейчас нормально вот ну вот друзья значит восемнадцатый год я могу сказать что у меня такое двоякое чувство что с одной стороны я вижу огромнейшие перспективы огромнейшую работу которая сегодня есть я вижу то что будет реализовано сделано достигнуто это однозначно вот с другой стороны я вижу те препятствия которые будут возникать и те проблемы которые будут нам стоять но здесь чисто уже друзья это моя личная скажем так уже к этому отношению что количество и командировок и поездок и презентации встреч их просто будет многократно и многократно больше чем в прошлом году конечно это очень утомительно то есть тут скрывать ничего не будем но друзья оно того стоит и насколько у нас хватит сил насколько у нас хватит умения мы эту работу будем делать более того что мы постоянно открыты и постоянно в нашу команду вливаются новые люди за этот год я могу сказать что наша команда креплая и подкрепилась такими ну я могу сказать столпами и очень мощными людьми там вот Франтишек который вошел в совет директоров сейчас Skyway Capital Франтишек Solar это лидер по Европе тот который ведет колоссальную работу и который является лидером и по привлечению инвесторов и по адресным проектам благодаря ему сегодня уже друзья начинается преподавание Skyway в Братиславском университете мы в прошлом году уже в конце года принимали курсовые первые четыре курсовые работы студентов технического университета которые уже защищались по применению Skyway в Словакии что не может не радовать у нас произошло такое историческое событие это подписание соглашением между МИДом это Московский институт инженеров транспорта и ЗАО струнные технологии в лице генерального конструктора Юницкого Юницкий начал уже читать ряд лекций именно и для преподавателей и для студентов сегодня ведутся еще ряды переговоров с вузами с объединенным украинским транспортным вузом который объединил сегодня все транспортные вузы уже по введению курса Skyway это тоже друзья то что не может не радовать большим удовольствием Юницкий и я и Виктор Бабурин и мы будем во всем этом участвовать Владимир Маслов в Таллине сегодня ведет такую большую работу уже для студентов то есть это друзья тоже часть работы потому что воспитание новых инженеров подготовка новых кадров это тоже не та работа без которой крупная корпорация такой появляется Skyway развиваться развиваться не может вот ну еще там я могу много сейчас перечислять уже людей которые выросли в нашем проекте которые стали уже действительно профессионалами и по продвижению проекта и по привлечению инвесторов а сегодня друзья новый этап это уже по запуску адресных проектов поведению переговоров уже и с властями и с крупными заказчиками для того чтобы продвигать и уже реализовывать проект по строительству сети Transnet и формированию Transnet поэтому восемнадцатый год друзья конечно потребует от нас от всех кто участвует в проектах полной отдачи сил дай бог нам всем это выдержать делать но по тому настрою который сегодня есть по тем результатам которые уже сегодня видны и по тому потенциальному скажем так горизонту который открывается и дает новые возможности конечно друзья это позволяет однозначно утверждать что 2018 год это год SkyWay хотя друзья с общей точки зрения у меня вчера был большой большой такой длинный разговор с одним экспертом но и уважаемый я обязательно он уже был у нас на вебинарах я еще обязательно его приглашу это наш большой друг партнер Михаил Леонидович Кахазин вот и мы с ним много обсуждали и по тем проблемам экономическим которые у нас в стране мировой экономики еще мы как раз с ним готовим сейчас целый ряд таких совместных передач и циклов которые пойдут именно уже для нашей SkyWay среды и однозначно мы пришли к выводу что кроме SkyWay кроме того направления которое мы готовим по Transnet Space другого пути другого решения просто не существует и здесь друзья я могу сказать что мы абсолютно к этому готовы мы сделали уже очень многое для того чтобы и двигаться дальше и получать все больше и больше результатов ну друзья я передаю как раз слово уже помните как в бой идут одни старички когда четыре года назад в марте месяце только первый раз познакомился с Алексеем Суходовым это был такой молодой парень который очень интересовался проектом а сегодня это человек на котором практически держится то направление которое будет двигать весь SkyWay вперед это все что связано с SkyWay платформой именно крипто направлением и сегодня я могу сказать что больших специалистов у нас в стране чем Алексей Суходовым именно в токенизации и о цифровке реальных проектов наверное не существует вот я ему передаю слово Алексей благодарю Сергей Анатольевич здравствуйте дорогие друзья ну вот насчет токенизации о цифровке конечно Сергей Анатольевич преувеличил потому что мы сейчас действительно будем проходить такой путь пионеров потому что многие проекты запускаются допустим делают x10 x20 x30 либо x5 и потом думают а что же дальше делать и это касается многих действительно проектов всех друзья я поздравляю с наступившими праздниками с наступившим новым годом с наступившим рождеством действительно как бы сейчас вот когда погрузились в работу что такое вот ощущение пришло что действительно работа предстоит не то что много а очень много и скорость темпы будут намного более стремительные чем в 2017 году ну а я друзья хотел бы рассказать вообще вот со своей точки зрения что ну вот буквально за начало января наблюдается и опять же сказать вот насколько мы на острие находимся и насколько мы вовремя подошли к направлению оцифровки проектов к направлению именно применения реальной технологии в оцифровке проектов потому что действительно сейчас вот за месяц происходят те вещи которые меня очень серьезно удивили но сейчас уже не удивляют криптомир и вот эта вся цифровая экономика показывает что они сейчас обращают на три столпа так скажем то есть это направление именно корпорации именно цифровых корпорации децентрализованных автономных организаций это направление реального применения продукта и это естественно вот именно уже реальный технический продукт то есть все уже подустали достаточно от различных стартапов которые запускаются да показывают прибыль в плане спекуляции на бирже но потом когда дело доходит до реального продукта нужно ждать и что касается нас то реальный продукт уже создается многие задают вопрос по поводу так называемый white paper белой бумаги то есть это концепция такое название больше подходит для подобного документа как мы говорили но вот на тот момент когда мы освещали что готовим было где-то 40-50 страниц сейчас 70 еще с интересными адвайсерами советниками в будущем вот буквально вчера пообщался еще будет общаться и на самом деле это дополнение к тому что мы рассказываем о проекте skyway потому что я вам приведу такой вот личный когда я отдыхал в таиланде ну естественно как бы чуть поработал как как без этого мы были на экскурсии горы прекрасное место то есть там не было интернета не было вай фай и соответственно даже те люди которые обычно сидят в гаджетах телефонах это касается и меня вынуждены общаться и познакомился с очень интересным инвестором именно вот владельцам клуба инвесторов очень серьезные как бы средства гигиены то есть антибактериальные принадлежат этому человеку на российском рынке сотрудничать с китайцами ну в общем как бы интересно достаточно человек и говорит что в принципе как бы 300 миллионов 500 миллионов рублей они давали именно как клуб инвесторов на стартапы когда описывали бизнес идею ну естественно как бы у них условия что договора контракты там и так далее получение прибыли и когда я рассказывал так как интернета не было мне нечего было показать и самый главный аргумент сейчас который просто железобетонный струнный действительно аргумент это то что вот крайнее видео которое мы все увидели кто присутствовал на выставке транспорт россия то есть это супер видео действительно мирового масштаба которым ни одна технология в мире на сегодняшний день транспорта второго уровня не может похвастаться именно создание в реальности рабочих и сертифицированных не побоюсь этого слова прототипов и соответственно так как не было возможности показать вот это действительно очень серьезную аргументацию привести я начал рассказывать о направлении блокчейн без всяких картинок без всяких зарисовок записи на листочке и так далее чисто словами что действительно сейчас вот мир стоит на пороге различных экономических потрясений различных очень серьезных кризисов то есть вот то что случилось там с Венесуэлой и Венесуэлла сейчас приняла цифровую экономику и там действительно как бы криптовалюта очень серьезное значение имеет один из самых мелких показателей но то же самое друзья может случиться и с Европой и с другими государствами в том числе и с Россией поэтому естественно вектор развития цифровой экономики Владимир Владимирович Путин уже в середине 2017 года и в конце 2017 года уже активно начал педалировать это абсолютно правильно но друзья из таких действительно вот коллапсов которые надвигаются действительно как вот геополитический цунами на нас всех выход только один выход создать ту систему ту платформу которая будет создавать именно вот уже цифровой добавлены добавлены ВВП и мы знаем и понимаем как создать действительно реальный добавлен ВВП об этом Сергей Анатольевич говорил еще в своих прогнозах двухтысячных годах и когда вот с теми мощными действительно экономистами уважаемым политическими фигурами в том числе Сергей Анатольевич начинает сейчас общаться именно с захода причем опять же повторюсь без презентации чисто на словах естественно это нужно понимать естественно мы этому будем обучать но эффект действительно как бы он потрясающий и люди с которыми происходит общение они не спрашивают там а когда у вас размещение когда там куда вложиться куда можно инвестировать они спрашивают а когда вы это начнете я хочу участвовать в этом процессе потому что сейчас да я и так участвую в достаточно серьезных делах эти люди говорят но то что вы делаете это действительно потрясающе и друзья вот в 2017 году было несколько страшно боязно и так вот так скажем это достаточно рисковая инвестиция была в развитие платформы со стороны Сергея Анатольевича со стороны меня со стороны других энтузиастов которые участвуют именно в формировании вот этого нового направления которое уже родилось и действительно мощно развивается более 10 людей на постоянной работе так скажем находятся и мы отобрали людей мы до сих пор отбираем я не буду говорить ничего там про возможности входа платформу я скажу ту возможность что действительно вот те программисты которые знают C++ которые знают Python я специально оставлю свою почту обязательно пишите и вот мы общались очень много людей подходили именно вот с неожиданными расспросами нужны ли вам программисты вообще вот многие люди потеряли работу в ходе экономического кризиса лучшие действительно будут работать сейчас у нас работает 3 разработчика но это так как работают наверное 30 разработчиков есть полное понимание по архитектуре куда двигаться и мы не будем брать так скажем дополнительные ресурсы пока не поймем что действительно они нам нужны ну именно на full time на полную ставку но сейчас различные задачи различные контесты в том числе в решении именно автоматического шлюзования то есть когда сотрутся действительно вот такие вот границы между тем что биткоин наше название токена эфир лайткоин дэш там все вот эти вот направления все криптовалюты все токены действительно вот команда разработчиков сейчас бьется над этим чтобы стереть границы и чтобы вот таких вот сложностей как перекинуть с одной биржи на другую действительно сложно это бабушка студент который не разбирается блокчейне возможно и сделали бы но это огромный страх ошибиться и как раз таки вот наша система наша платформа будет создана таким образом что будет интуитивно понятно интерфейс будет очень сложно ошибиться тем более будет обучение тем более будет обучающие материалы и вот на сайте которые ну я считаю наверное среднего уровня с пессимизмом естественно таким говорю тех размещений которые мы наблюдали то есть очень сильно постарались вместить всю концепцию вместить все видение всю миссию и он появится именно с кратким содержанием концепции потому что вот недавнем времени в конце года мы взяли одного человека который был без определенного опыта блокчейне но сделал хорошо тестовое задание так называемый тестовый пресс-релиз что такое Transnet Space и что действительно создает платформа как это увязывается и как это невозможно вообще к существованию без технологии Skyway и сейчас уже с блокчейн индустрии к нам присоединились наши партнеры я думаю что через месяц они перейдут на full-time но у нас есть система работы система входа в проект и система так скажем поощрения то есть каждый человек у нас так скажем получает по заслугам и друзья я могу сказать что действительно сейчас вот не так страшно как в прошлом году о том что мы делаем естественно мы сейчас стараемся максимально отключиться потому что действительно как бы противостоять это неправильное слово но спрашивать но наблюдать под микроскопом за нашим именно проектом будут действительно серьезнейшим образом потому что я могу вам сказать такую вещь что в твиттере это основное вообще вот пространство именно крипто энтузиастов крипто китов инвесторов и просто людей которые погружаются в это направление это твиттер и в твиттере есть и финансовые регуляторы мирового масштаба и финансовые регуляторы сша и видна их реакция ну собственно будем надеяться что максимально долго все вот эти сильные мира сего до конца не будут понимать и осознавать то что мы действительно делаем и на вебинарах так скажем уже с переводом на английских встречах ответах на вопросы мы будем максимально так завалированно говорить именно о конечных целях но все они описаны именно в анализе основных аспектов валютно-финансовой системы объединенного мира эко-мир который Анатолий Эдуардович еще в 80-х годах описал и описал там механизм консенсуса описал свое видение цифровой именно вот экономики и каким образом это все придет еще в тот момент карточки не были внедрены и действительно вот мы четко по плану вот этого документа стараемся и старались создавать архитектуру и это говорит о том что Анатолий Эдуардович действительно каким-то образом услышал каким-то образом действительно как бы сейчас это все реализуется многие вот задают вопрос откуда деньги на разработку крипто платформы это личные инвестиции так как это венчурный рисковый проект именно запуск платформы я не говорю про цифровку уже адресных проектов а для того чтобы цифровать адресный проект нужно подготовить систему причем вас ждет очень серьезный сюрприз и я не буду раскрывать особенности потому что из Skyway инвестгрупп сейчас говорят о том что будут создавать какой-то свой токен но экономика абсолютно непонятна и естественно мы будем говорить о том что токен должен быть один и будем говорить о том что скорее всего не стоит со стороны Skyway инвестгрупп что мы и так сейчас встречаемся на конференциях на каких-то выставках что два фонда от Skyway может участвовать в криптомире ой 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 как не стоит этого делать потому что возникнет полное непонимание и сумбур если кто-то начнет делать не так что-то ну и друзья тот показатель то что действительно как бы сейчас уже к нам специалисты именно сферы блокчейн присоединяются это говорит о том что мы действуем в правильном направлении мы создаем понятную экономику для того мира ну и общение которое вчера произошло у Сергея Анатольевича это говорит о том что мы создаем понятные вещи даже в синхронизации с технологией блокчейн для серьезных экономистов и мастодонов этого времени друзья вот я оставил почту обязательно пишите с пометкой программисты разработчики будем смотреть я могу сказать что возьмем не всех возьмем лучших потому что наш технический лидер очень серьезно подходит к собеседованиям и действительно как бы логика как и начиналось это все в создании научно-производственного конструкторского предприятия и создание первых КБ Анатоли Эдуардовичем Юницким учимся так скажем у самого главного нашего учителя и отца всей технологии SkyWay и под сайт действительно идеолога и крипто направления оцифровки адресных проектов оцифровку естественно это мы уже сами добавили но то что Анатолий Эдуардович говорил про почитайте просто анализ финансово-валютных аспектов про я не буду произносить таких слов потому что их действительно не стоит сейчас произносить но это децентрализация именно вот название потому что это сразу заинтересует тех регуляторов тех сегодняшних действительно фактически тех кто держит весь капитал но вот с экономистом я общался с которым познакомился на экскурсии он согласился что их время не проходит но время подталкивает их действительно эволюционировать и перерождаться и тот кто не захочет как и во времена создания интернета следовать логике именно цифровки инфраструктурных проектов в этом направлении скорее всего потерпит фиаско как говорил Билл Гейтс что тот кто не создал бизнес в интернете скорее всего этот бизнес потеряет и лидирующей позиции абсолютно потеряет ну и друзья такие вот как бы события которые уже лежат на поверхности как запуск Павлом Дуровым Телеграм именно размещение то есть это аббревиатура именно том и это будет крупнейшее каком позиционирует размещение абсолютно согласен потому что информационные поля это Телеграм и мы постараемся и выйти и на Павла Дурова потому что я думаю интересная будет синхронизация нисколько не будет зазорно если в логике в Transnet Space лидирующим чат пространством информационным и лидирующим именно таким вот пространством микротранзакций станет вот какое-то подобное готовое решение потому что не стоит изобретать велосипед и мы взяли технологию существующую технологию блокчейн на основе битшерс совершили разделение так называемый форк и соответственно сейчас уже кодим исправляем модифицируем продукты действительно создаем свое ноу-хау размещение как и планировалось мы говорим о датах апрель май сайт появится январь тире начало февраля это уже будет полноценный работающий сайт тизер сайта мы его называем как первая версия с абсолютно продуманным дизайном концепцией логикой и уже перед размещением мы уже будем таких вот международных адвайсеров либо российских мощных именитых адвайсеров привлекать те кто поймут то что мы делаем и соответственно уже возможно модифицируем этот сайт ну и по вашим также запросам в том числе и друзья действительно как бы мы будем уже выходить в январе феврале в инфополя и те кто зарекомендовал себя с лучшей позиции вот насчет пресейла токенов я могу сказать что пресейл уже идет то есть это финансирование платформы но друзья давайте расставим точки над и что сейчас сейчас это действительно как бы наша рисковая инвестиция тех крипто энтузиастов тех энтузиастов которые взялись за финансирование этой платформы и ни цента из финансирования эко технопарка не должно быть взято то есть мы будем более того за этим следить и в том числе мы будем говорить об этом если вдруг запустится направление у другого фонда чтобы это было чисто начида частные инвестиции которые не берутся из финансирования эко технопарка потому что нам предстоит еще показать и контейнерные перевозки нам предстоит показать доделать еще и грузовое направление да сейчас развивается уже на эко технопарке грузовая трасса погрузочно-разгрузочные модули никто не отменял нам предстоит создать высокоскоростное направление уже в масштабе один к одному с трассой и друзья мы действительно как бы я лично и сергей антолич ориентирован на то чтобы и следить в том числе потому что за нас то мы знаем и понимаем откуда идет финансирование финансирование действительно сейчас идет и мы не скрываем что мы финансируем и в обмен на это мы не получим никакой контроль потому что тут как бы логика несколько другая мы просто получим на ранней стадии определенное количество будущих токенов то есть фактически это равные условия это равные условия если кто-то войдет кит и проинвестирует там 10 миллионов 20 миллионов ну во первых мы не позволим полностью чтобы обвалить потом рынок как-то манипулировать эти модели они все будут продуманы и все будут находиться в равных условиях в будущем также ну я не буду пугать вас такими словами как заверители витнесы там и так далее это будем постепенно погружаться но если кто-то спрашивал про про майнинг там и так далее как такового майнинга вредного приносящего урон экологии как у биткоина как у эфириума пока не перешли на алгоритм proof of stake у нас не будет но все-таки что такое майнинг в общепринятом значении это создание блоков основа блокчейн это в принципе создание блоков потому что в этот блок именно зашифровывается информация в виде хэша там и так далее и без создания блоков блокчейна не может быть поэтому будут люди которые будут создавать блоки и они будут замотивированы создавать их тоже в этом плане пока что больше ничего не скажу потому что это такая вот запевка но вот то что я сказал по программному моделированию вы будете действительно удивлены и это будет еще на ранних стадиях я думаю рост популярности токена и маркетинговая очень мощная программа что это кто знает что такое гитхаб может найти мы не скрываемся ни от кого посмотреть как идет разработка как кодятся определенные процессы кстати вот насчет кодинга я могу сказать что но вообще у многих размещений там все заканчивается тем что именно создание ERC20 токена то есть для размещения на основе эфира это единственный код и все больше ничего у нас я могу сказать что значительно более серьезные процессы но вот что касается программного симуляции программной симуляции раньше мы думали что это будет просто именно программная симуляция которая никакого маркетинга никакой предмонетизации не несет то сейчас придумано очень мощное направление которое вообще будет визуализировать проекты для заказчиков в виде в том числе не побоюсь этого слова в будущем виртуальной реальности все больше ничего не скажу друзья мы об этом говорили неоднократно на вебинарах так что действительно как бы и было показано в ролике что можно ощутить уже вот эту скорость поездки на юнибайке юнибусе надев очки виртуальной реальности на выставке вот в индонезии все подходили надевали либо посмотреть 3d ролик то есть это действительно такое ощущение ну а когда вы сможете прокатиться так скажем в пространстве транснет еще не созданного но обсуждаемого проекта реального и естественно предположительного на оцифровку это будет уже такое вот серьезное серьезная аргументация когда можно нагрузить пассажиропотоком нагрузить грузопотоком и смоделировать всю экономику откатать или наоборот ускорить на несколько десятков лет вперед на пять лет вперед выйти на окупаемость уже проекта именно что говорится про цифровую экономику друзья это действительно как бы интересные очень штуки но так как некоторые сейчас также из поля skyway будут пытаться сделать какие-то свои токены с какой-то своей экономикой то друзья это такое соревнование начинается и мы рады что это родило и конкуренцию это и заставило и нас немножко побыстрее двигаться куда уж быстрее но друзья останется только один потому что выходить на крипто пространство именно вот в двух направлениях просто у крипто сообщества и у тех людей которые будут обращать внимание на наше направление цифровки реальных инфраструктурных проектов на основании технологии skyway будет непонимание просто будет побвал цены то есть это риск и этот риск мы исключим поверьте нам на слово ну и друзья завершение хотел бы сказать что действительно вот мы касаемся направления реального применения технологии блокчейн в реальном мире и я могу вам привести такие примеры которые меня поразили это значительный рост то есть я не мог предположить что какое-то стоматологическое направление можете дэн такой посмотреть и не нужно сейчас там инвестировать нам и так далее я хочу напомнить что весь этот крипто мир это огромная волатильность и огромные штормовые предупреждения штормовые волны цунами которые могут вас снести кто не разбирается кто не владеет техническим анализом либо не следит за новостями лучше не стоит туда суваться потому что мы будем всему обучать как по шагам входите именно в пространство транснет когда настанет время но друзья стоматологическое направление вот точно я не скажу но за предыдущие дни это более трехсот процентов то есть если традиционно инвесторы сейчас слушают ну просто подумайте за несколько дней триста процентов то есть это похоже либо на какой-то зверский хайп в млм индустрии либо действительно на сегодняшнюю реальность потому что сейчас январь даже не подошел к середине но примерно это событие произошло как за три месяца прошлого года и я не удивлюсь что через два года запасом также беру мы будем размещение за размещением проводить именно уже на запуск направлений на запуск конкретного проекта именно в логике синхронизации реальной и цифровой экономики ну и как бы следующее такое направление тоже огромный интерес вызвали у криптоиндустрии такие токены как совмещение очень интересное такое совмещение нелогичное казалось бы но экологичное в плане зеленой экологии это пчелы и зеленая энергетика то есть тоже баз токен есть такой то же кому интересно посмотрите то есть это реальная применение ну я не говорю о таких native как именно токен применение в мире интернет вещей То есть это йота, это именно шторм, это различные электрониумы, это китайская йота, всегда забываем название этого проекта, там умные лампочки они собираются сделать. Представьте, что умные лампочки вызывают такой интерес, а если будет увязка не только интернет вещей, мир интернет вещей, но действительно мир интернет вещей станет частью нового пространства, пространства Transnet Space. Это будет действительно очень серьезный интерес. И, друзья, напоминаю еще раз, каждый вебинар буду говорить, потому что действительно якобы не ожидал, и многие подходили на выставки «Транспорт России» именно с такими просьбами, фактически молили с Роскосмоса, я помню, ребята уволились, и молили пособеседовать их, посмотреть, если что пристроить. Лучших пристроим и лучшие будут создавать действительно прорывной продукт, который не может существовать без технологии Skyway. Естественно, у нас подразумевается идеология Skywayщика, то есть все, кто работают над созданием продукта, понимают, что такое Skyway, понимают, к чему мы пришли и понимают, к чему мы придем. И, друзья, пишите на почту, пишите в социальную сеть, вот фактически ВКонтакте, на почте я регулярно все смотрю, будем общаться, будем смотреть. Ну, первый разгонный вебинар Сергей Анатольевич дал основное такое видение прошедшего года, я дал основное видение именно в направлении цифровой экономики. И, друзья, этот год предстоит очень-очень интересным. И тот, кто не обратил внимания на проект Skyway до развития направления оцифровки адресных проектов, может очень-очень сильно пожалеть. Рекомендуем действительно максимально распространять информацию, что такое направление планируется и действительно лучшая возможность сейчас это инвестировать в непосредственно обязательства. И так как финансирование платформы сейчас закрыто и оно рисковое, поэтому мы не будем сейчас как-то говорить и так далее. Схемы есть, да. Но мы будем настаивать на том, что финансирование все-таки начнется, когда это будет финансирование именно логики комьюнити и сообщества Skyway, когда это будет финансирование на запуск направления и на запуск оцифрованных уже адресных проектов. Мы считаем, что это логично, мы считаем, что это правильно, мы взяли на себя риск, риск инвестиций, я могу сказать, немалых инвестиций. Но если вы меня спросите, существуют ли вообще лучшие более инвестиции, я могу сказать, с учетом того, что мы знаем, наверное, существуют, но это все-таки свое. И вот эти инвестиции, которые мы сейчас несем на себе, это действительно как бы тоже очень серьезного значения, которое оценят по праву и крупные инвесторы, и киты, когда начнется общее размещение. Так что, друзья, ждем. Transnet.space, Transnet.tech – это домены, которые зарегистрированы уже за нами. Еще парочку доменов, я думаю, от скамщиков и от тех энтузиастов, которые будут мешать при размещении. Но это обычное дело, то есть есть отморозки, которые кидают неправильные адресы и так далее, неправильные сайты делают с одной ошибкой в одной букве, и люди не туда отправляют деньги. Естественно, мы это все предусмотрим. Но, как говорится, что-то мне подсказывает, что этот год, наверное, за все прошедшие 4 года можно считать, потому что скорости развития и технологий в мире, и развития проекта Skyway, и развития криптоэкономики, они просто увеличиваются не с каждым днем, а буквально с каждым часом. Так что, друзья, мы эту эстафету приняли, мы к этим скоростям готовы, поэтому строй Skyway, спасай планету, дай дорогу, мир Transnet, и мы должны объединиться. Сергей Анатольевич, если есть что-то добавить, то прошу, благодарю, друзья, ну а со следующих вебинаров уже начнем традиционное освещение по новостям, независимо от того, где мы находимся, в командировках, нет, мы будем выходить по мере возможности. Если физической возможности не будет, то будем как-то выкручиваться. Строй Skyway. Ну, как вы видите, настрой у всех очень-очень серьезный. Работа делается очень-очень большая, вот, поэтому, друзья, много действительно сейчас возникает вопросов, связанных с запуском платформы, тем более, что, как мы говорили, что все, что связано и с экономикой, и с пошаговой инструкцией, все будет прописано в белой бумаге, но все будет только на сайте. И как раз все обсуждение мы начнем с того, когда публикуем, покажем все это на сайте, тогда можно считать, что мы выходим уже для публичного обсуждения. Конечно, друзья, мы и изначально вам говорили, и сейчас говорим, что это очень серьезная и очень большая работа. Мы ее делаем, когда начинали, даже не представляли, каким отчасти результатом и задачам мы придем для организации, которую мы сейчас делаем. По мере того, как мы начали формировать именно саму концепцию экономики токена, саму концепцию белой бумаги, мы пришли к очень для себя очень многим неожиданным выводам, которые заставили нас более глубоко прорабатывать определенные вещи, очень глубоко анализировать и заново излагать целое направление, систематизировать все, что связано именно с формированием транснет-пространства, транснет-спейса. Вот все это увязывать с сегодняшними трендами. И здесь, друзья, можно однозначно сейчас сказать, что мы формируем новый тренд, на который будет направлен на формирование транснета, на формирование адресных проектов, сети адресных проектов и как общей совокупности транснет-спейса. И, соответственно, та площадка, которую мы делаем, это будет инструмент, который, используя все сегодня передовые технологические наработки в сфере программирования, защиты информации, передачи информации, все, что дал нам сегодня блокчейн, это как раз будет использоваться. Много задают вопросов, сразу один из основных, который будет звучать, вопрос, а зачем SkyWay блокчейн, зачем сегодня нужна эта технология? И Алексей как-то в такой беседе, вот мы вечером сидели с Анатолием Давчимом, он говорит, Анатолий Давчим, а как вы планируете защитить информацию, которая будет технологическим, перемещение большого количества модулей, сопряженность тем, что огромное количество датчиков передает огромное количество информации, начиная от температуры в колодках и кончая состоянием воздуха в салоне и так далее, там огромное количество. Если какому-то хакеру придет в голову залезть в систему управления и вмешаться в управление, то это может произойти катастрофа, коллапс. Соответственно, вся передовая информация должна быть зашифрована. И здесь как раз, друзья, как только возникает термин зашифровка информации, друзья, это крипто направление, это и есть крипто технология, это и есть блокчейн, который сегодня обеспечивает. И здесь мы много ссылались на доклады на выступление Грефа, как президента крупнейшего банка в России, Сбербанка. Он говорил, что сегодня блокчейн дает возможность защиты информации на 4 порядка выше, чем то, что сегодня обеспечивает банковская технология по защищенным каналам. Вот вам ответы на все вопросы. Нам для того, чтобы сегодня существовал транснет, нам нужна защищенная передача своей информации, именно внутренней технологической информации. И поэтому блокчейн мы будем использовать не только для того, чтобы создавать крипто-платформу, для того, чтобы на ней осуществлять торги или обмены. Друзья, прежде всего задача – это технологическая. А то, что связано с направлением – это сопутствующая часть, та, которая будет использоваться также и технологические возможности, которые есть. Поэтому здесь, друзья, это та необходимость, которая развивает еще огромное количество направлений, которые есть. И в совокупности это будет давать все огромный и огромный синергетический эффект. Ну, друзья, на этом давайте на сегодня мы заканчивать. Вечерних вебинаров мы с Алексеем пока по техническим причинам неподготовленности и невозможности одновременно введения нескольких комнат мы будем для наших европейских друзей вести отдельные вебинары. Скорее всего, где-то раз в 2-3 недели. Следующий вебинар у нас по расписанию. В следующую среду мы также с Алексеем будем вам готовить и показывать ряд связанных с запуском сайта. А в следующую субботу, если все будет по расписанию, то 20-го числа у нас первая международная конференция в этом году в Татрах, в Словакии, где будет практически весь директорский состав. Также там из ближайших новостей планируется очень серьезная большая командировка Виктора Бабурина в Ильдонезию. Тоже будем ждать от него, как всегда, новостей, но новости всегда Виктор дает очень скупо и очень сжато, что, к сожалению, для нас как партнеров и инвесторов всегда хочется знать больше, но он делает очень сжато. Также готовится еще ряд поездок и в Арабские Эмираты, и в Индонезию, и в Индии, и в Филипины. Это уже то, что планирует уже сам генеральный конструктор. Это там, где уже на самом высоком уровне подготовлены переговоры у нас. Сейчас идет большая работа, как я уже говорил, и по Латинской Америке. Она очень активно развивается. Это и та же Аргентина, и Бразилия, и Уругвай, и Парагвай, и Боливия. Поэтому там тоже сейчас на подходе у нас в Вьетнам. И очень активная работа идет в Монголии. Поэтому, друзья, я просто сейчас уже с небольшим таким еще раз повторяюсь, что команда у нас будет расширяться. Потому что то количество контактов и работы, которую вестись для этого, нужно очень большая, слаженная команда профессионалов. Вот мы начали эту работу, но дальше мы ее будем расширять, расширять и привлекать, и привлекать все новых и новых специалистов, все новых и новых наших, скажем так, ближайших их партнеров, как я их называю, джедаев Скайвэя. В этом году их значительно увеличилось, это те люди, которые действительно искренне преданы проекту, действительно профессионалы, действительно хотят очень много делать. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До следующей среды, как обычно, в 13 часов по московскому времени, в 11 часов по европейскому времени, соответственно, технико-экономический вебинар, который сегодня все больше и больше является уже связкой между реальной технологией, которую обеспечивает Скайвэй, и цифровой технологией, которую обеспечивает блокчейн. Все, друзья, строй Скайвэй и спасай планету, мы должны объединиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok